За последние три дня в Лабыт-Нангах произошло два серьезных пожара. В первом случае горел жилой дом по переулке Уральский. В результате сразу несколько семей остались без крыши над головой. Во втором случае горело офисное здание предприятия Мостостур-13. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но огнем уничтожено практически 80% строения. Подробнее о происшествиях в репортаже Ксении Богдановой. В минувшую пятницу в 15 часов 44 минуты на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в микрорайоне Обской. На момент прибытия пожарных подразделений угол дома горел открытым пламенем, а из окон шел густой дым. Огонь дошел до чердака. К счастью, спасателям удалось предотвратить распространение пламени. А что касается причин возгорания, на сегодняшний день они все еще не установлены. Ведется дознание. У нас все выходные ведется расследование. То есть дознаватель вообще не останавливается. Он, находясь в круглосуточном режиме работы, это все делает, берет объяснение, спрашивает, сверяет с первичной информацией на момент прибытия, в каком состоянии пожар получил степень развития и так далее. То есть на работу ведется, но пока рано говорить. Были сотрудники федеральной испытательной лаборатории нашей, они взяли все пробы, все какие-то материалы, вот именно для проведения расследования по причине пожара. Огнем повреждены две квартиры, еще шесть залиты водой. По оперативной сводке эвакуировано 11 человек и спасен один ребенок. В момент возгорания большая часть людей находилась вне дома, пострадало только имуществом. Когда я прибежала, у меня горит угол дома. Естественно, в квартиру, в подъезд меня уже не пустили. Естественно, я стояла и ждала, когда закончится это все. Когда пустили, мы зашли, воды была в квартире, овощи и колотку. Ущерб полностью испорчен, вся мебель, мебель не подлежит использованию. Полы, стены, потолок, все, зал, кухня, коридор. Не пострадала только маленькая комната, так как там она над балконом, подъезд. То есть вот это, все остальное пострадало, жить невозможно, полы проваливаются. Квартира не используется для жилья. По словам Натальи, ее квартира была застрахована. Но пока никакой реакции от страховщиков они с супругом так и не добились. Страхуем, какие деньги отдаем. Он должен быть в такой момент, что выходные должны выезжать, все равно страховая, мне кажется. Представители страховой компании от комментариев ситуации отказались. А погорельцам только и остается ждать. А зачем я ее тогда страховала, если вы сейчас даже не можете элементарно поехать и посмотреть квартиру, чтобы я на основании этого двигался дальше? Я же вам сказала, что смотрят в среду и в грязницу. А сегодня? А сегодня? Сегодня как вы получаете? По словам Александра, восстановлению не подлежит практически все имущество. Ущерб семье нанесен весомый. Квартира застрахована, но у нас красиво говорят. Стены на месте, потолок на месте. Вот если бы она сгорела, было бы все по-другому. Людям, оставшимся без квартир, предложено временное жилье по адресу Ханмейское шоссе, дом 19. Это все, чем может помочь погорельцам городская администрация. Жильцам второго подъезда повезло больше. Они в тот же день смогли вернуться в свои квартиры. А это кадры уже с другого пожара. Он произошел днем позже, там же в микрорайоне Обской. В 18 часов 25 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что горит офисное здание Мостострой-13. Позднее обнаружение пожара и позднее сообщение о нем привели к тому, что пламенем повреждено 80% свайного основания. Как утверждают специалисты, и в том, и в другом случае, причинами пожаров могли служить неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация электроприборов. В настоящее время ведется расследование. Ксения Богданова, Максим Швец, Григорий Волков. Программа «Время местное».